Друзья, всем привет! С вами Snowice. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего полноценного и честного обзора планшет от компании Samsung. Это бюджетная новинка, но бюджетная она конечно в кавычках, учитывая текущий курс доллара, ну или курс рубля, который рухнул. Но когда этот планшет выводился на рынок, он позиционировался именно как бюджетное решение при цене порядка 14 тысяч рублей за младшую версию. Они бывают в нескольких версиях 3.32, 4.64, 4.128, причем как в версии Wi-Fi, так и версии LTE. Планшет мне с одной стороны понравился, но тем не менее у него есть ряд недочетов, которые могут повлиять на покупку. Первый из недочетов, который вполне возможно вы увидите на видео, но тем не менее, скажем так, о нем сложно судить, пока не возьмешь планшет в руки, это немножко странноватая цветопередача и немножко, скажем так, некорректное отображение цветов на экране. Вообще, как мне показалось, здесь планшет уводит все в какой-то синеватый цвет, в холодные оттенки. Плюс ко всему они не очень насыщенные, такие скорее пастельные. Вот тут вот может быть это будет видно. Ну и когда разглядываешь здесь фотографии или смотришь видео, это очень сильно заметно. Я вообще привык, что в планшетах Samsung очень хорошие экраны, очень хорошие матрицы и они, собственно говоря, этим славятся. Но вот здесь, к сожалению, не самый лучший экран, который я видел в планшетах Samsung и это сразу бросилось в глаза. Тем не менее, по начинке здесь все довольно неплохо. Здесь у нас новейший Unisoc Tiger T618 и пускай многие из вас не знают этого процессора, это действительно неплохая бюджетная новинка. И сейчас, когда достаточно серьезный дефицит чипов, многие производители переходят на эти чипы от производителя Unisoc. Ранее они были действительно очень грустные и скромные, но сейчас с новой линейкой Tiger все начало кардинальным образом меняться. Появились действительно неплохие пусть и бюджетные процессоры, которые могут навязать конкуренцию тому же MTK. Что еще понравилось? Шикарное время работы. Аккумулятор здесь у нас 7000 мА, но тем не менее планшет живет очень долго. На примерно 30-40% яркости он прожил у меня порядка 16 часов при проигрывании YouTube Video Full HD. Это действительно отличный результат. В смешанном режиме работы, когда вы смотрите YouTube, немножко каких-то других оффлайн-видео, либо же с планшета, либо с SD-карточки, немножко играете в игры, немножко пользуетесь различными соцсетями, какими-то еще приложениями, у вас будет выходить порядка 11-12 часов экранного времени, что опять же, согласитесь, очень и очень неплохо. В общем и целом, мне приходилось заряжать планшет примерно два раза в неделю. Планшет у меня две недели, я им достаточно активно пользуюсь и мне действительно нравится. Немножко, как мне кажется, он тяжеловат, потому что для планшета толщиной всего лишь 6,9 мм, вес у него более 500 грамм, 508, если быть точным. А его конкуренты, те же Huawei-чики MatePad, либо же его конкурент RealmePad, при примерно такой же толщине, весят 440-450 грамм. И пусть вам кажется, что 50-60 грамм это не сильно большая разница, но поверьте, когда вы держите планшет довольно продолжительное время двумя руками, это действительно ощущается. В остальном же действительно удобно планшет держать в двух руках, он, ну как уже сказал, тонкий и изящный, и мне нравятся материалы корпуса. Несмотря на то, что планшет позиционируется как бюджетный, здесь у нас металлическая основа, металлическая спинка, только вот эта вот пластиковая верхняя часть, под которой прячутся у нас антенны. Но в остальном же планшет смотрится очень строго, и я бы сказал, даже ощущается как-то более дорого, нежели стоит. Понравился звук. Здесь у нас 4 динамика, с каждой стороны у нас по 2, и звучит планшет мало того, что громко, так еще и очень качественно. Более того, можно даже музыку слушать, положить планшет и выкрутить на максимум. Действительно хватит звука и громкости для прокачки небольшой комнаты. Ну, давайте вам продемонстрирую. Выкрутим звук на максимум. Шикарный звук. Действительно очень качественные динамики, очень громкие и очень качественные. Так что, если вы любите смотреть киношки или слушать музыку, это сможете сделать без всяких проблем, даже без использования наушников. Кстати, о наушниках. Очень приятно, что несмотря на свою изящность и тонкий корпус, здесь у нас оставили 3,5 миллиметра под наушники. Чего наши конкуренты основные, тот же медиапад от Huawei, тот же Lenovo P11 не предлагают. Там только Type-C. И вам придется использовать либо Bluetooth наушники, либо использовать переходники с Type-C на 3,5 миллиметра. В общем, это действительно большой жирный плюс. Что касается тестов, давайте посмотрим на результаты. Antutu показывает довольно неплохой результат. Более 200 тысяч баллов. Вот такой вот он Unisoc Tiger T618. И я думаю, что сейчас, на текущий момент времени, он составляет конкуренцию таким чипам, как MTK-G80 и Snapdragon 662. И в общем и целом довольно неплохо справляется. И с игрушками, и с повседневными приложениями. Geekbench показывает такие же приятные цифры. 364 балла на одно ядро и почти 1300 на все 8. Действительно неплохой среднебюджетный процессор. Ну и что касается троттлинг-теста. Так как процессор для меня новый, решил провести троттлинг-тест, который был пройден без всяких проблем. Пиковая производительность 126 гипс, средняя 122, но и единственный раз, когда в конце теста была небольшая просадка. В остальном же график абсолютно зеленый. Даже когда вы играете в игрушки, планшет практически не нагревается. И несмотря на то, что он металлический, и это должно ощущаться, какого-то нагрева не происходит. И даже если он и становится едва-едва теплым, это еле заметно. Модуль Wi-Fi здесь двухдиапазонный. 300 мегабит выдает мне провайдер. Ну и практически свои же цифры я обратно получаю. Что на скачку, что на загрузку. В общем, здесь никаких вопросов нет. Ну и что касается игрушек. Попробовал поиграть и в Call of Duty, и в Asphalt, и каких-то вопросов у меня не возникало. Call of Duty идет на максимальных настройках. Здесь у нас экран Full HD, и, собственно говоря, очень-очень приятная картиночка у нас получается. К сожалению, 60 герц, но мы понимаем, что это бюджетный планшет, поэтому больше нам, к сожалению, рассчитывать не на что. Повторюсь, Call of Duty идет без всяких проблем, и я поиграл довольно-таки много. Единственное, с чем я сталкивался, это с тем, что планшет все-таки довольно тяжеловат, и его тяжело держать в двух руках во время баталий. Что касается Asphalt, то здесь вообще никаких вопросов не возникло. Замечательно идет эта игра. Здесь практически на максимальных настройках, и также никаких вопросов и подтормаживаний не возникло. Во время игрушки у нас улетает порядка 15% заряда аккумулятора на 50% яркости в играх, таких как Call of Duty и Asphalt. Так что вы можете рассчитывать примерно на 7-7,5 часов от одного заряда, что также, согласитесь, довольно неплохо. Ну и, естественно, здесь имеются у нас камеры, хотя, надо сказать, что не самые лучшие. Я особо сильно насиловать планшет не стал, сделал буквально несколько пробных фоток, чтобы посмотреть, но и, если честно, качество меня особо не порадовало. Я сейчас покажу вам примеры фото и короткого видеоролика, который я записал, ну и вы все сами для себя поймете. ПОДПИСМЕНТЫ ... КАТО by Субтитры делал DimaTorzok 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 Всем пока!